Короче, когда приходишь к папе, у него всегда есть какой-то подарок, правда? И сегодня у нас есть тоже подарок для нас, для всех. К нам приехали удивительная семья, это наши друзья. Помните, пастор, в прошлое воскресенье он говорил слово о дожде, что этот год необычного дождя будет. Разный дождь в нашей жизни, но он будет наполнять и насыщать нас. И вот эта семья, эта семья настоящих, я скажу, что тот дождь, который они несут, это всегда сердце Бога. Я не знаю, после каждого общения с ними, ты не остаешься тем, которым ты был. Не потому что они тебя что-то меняют, они просто раз как-то Бога так показали, и ты понимаешь, опа, и ты легко ощутился по другую сторону любви Божьей. Поэтому я приглашаю Свету и Диму, потому что они поклонники своей жизни. Они не просто левиты, они поклонники своей жизни. Там где-то Диму сейчас тоже найдут. Света, выходи. Ну вот. Я вообще не хочу попросить петь для нас, а не пишут песни. Это моя просьба. Сейчас найдут и Диму. Присаживайтесь. Я надеюсь, что вы не сильно еще устали. У нас очень трогательно Ирина о нас сказала. На самом деле, мы пока, когда Ирина еще говорила о теме поклонения, очень, я не знаю, кто это пережил, может быть, поикнете, очень сильное помазание на тот момент пришло, когда она просто начала говорить о том, что Бог хочет говорить здесь, Он хочет говорить о любви Отца, Он хочет говорить. И я реально, у меня даже было ощущение, что мое тело начало чувствовать, еще бы пару слов, и такое было чувство, что сейчас что-то обрушится просто, ну, на это место, на сюда. И вот среди всего, когда ребята пели поклонения, ну, вот это, как только начиналась эта фраза, Бог, ты здесь, Бог, ты здесь. И я понимаю, что, у меня такое чувство было, что если там сейчас задержаться, то тоже я все время сегодня переживала, что Бог хочет обрушиться. И Он хочет обрушиться просто вот этой реальностью любви и реальностью того, что Он здесь. Ну, прямо сейчас, прямо сейчас Он обнимает, прямо сейчас Он смотрит в твое сердце, прямо сейчас Он восхищается тобой, прямо сейчас Он гордится тобой, прямо сейчас ты Его мечта, прямо сейчас ты Его дизайн, прямо сейчас ты Его успех. Знаете, как он, у Него нет такого, ну, вот сейчас вот через год-два, и вот у меня есть план, как я сейчас тебя тут обработаю, и я буду гордиться, что у меня получилось. Но то, как я переживала сердце Бога, что Он прямо сейчас с тобой гордится. Но уже сейчас то, что ты родился, то, что ты есть, Он прямо сейчас восхищается тобой и прямо сейчас гордится тобой, как своим успехом. Вот, поэтому нас очень тронуло, когда видео у меня до слез было, когда вы вытащили эти карточки, ну, и мы переживали тогда вот эту атмосферу, когда вообще первый раз, ну, когда Бог дал эту идею создать эти карточки, чтобы просто можно было в любом месте, независимо от того, знаешь ты о поклонении много, знаешь ты мало, много ты лет в церкви, немало ты в церкви, что ты делал, что ты не делал. Ну, цель была, чтобы попасть в это присутствие. И когда, ну, вы это взяли, у меня до слез. Я реально переживала это даже через экран, когда каждый начал говорить в своё сердце, ну, такое ощущение, что пока они говорили, это тебя захватывает уже в присутствии Бога. Просто пока я говорила про то, как Бог смотрит, есть одна песня, которая у меня в своё время родилась, вот именно из этого места. у меня Дима очень классно играет на всех музыкальных инструментах. Ну, про песни я не буду долго говорить, наверное, если захотите. Моё свидетельство об этом есть. Вот эта песня, которая родилась, она сейчас поднимается в сердце. Как раз это об этом же. Я её переживала, как то, что мы можем петь Богу, но и то, что Бог поёт лично нам. Знаете, как-то во время поклонения, однажды, вот как тоже брат говорил, он говорит, «Я люблю вас Его любовью». И у меня был момент, когда я поклонялась Богу в тайной комнате. И вдруг, знаете, когда ты приходишь в момент сокрушения и реальности, и всё, что могло моё сердце сказать Богу, «А что такое моя любовь?» Ну, моя любовь к тебе даже. Это твоя любовь, которая коснулась моего сердца и стала любовью к тебе. То же самое моя любовь к людям. И, ну, когда я переживаю Его сердце и знаю, как Он смотрит на тебя, я не могу по-другому. И то же самое, когда я переживаю сердце Бога о себе, то я тогда легко вхожу в эту истину, и Его сердце радуется, когда мы согласны с Его. Вот это поклонение! Когда мы переживаем Его сердце о себе, когда мы вдруг сталкиваемся с тем, как Он на нас смотрит и соглашаемся с этим, Его радость, она тогда зашкаливает просто. Нет ничто, ничто и никогда не отделит меня от любви твоей. Ты близко. Нет ничто, ничто и никогда не отделит меня от любви твоей. Ты близко. Я твоя мечта и твой проект, твой дизайн и твой успех. Ты гордишься мной, я твоя. Ты вдохнул дыхание в меня. Я твоя мечта и твой проект, твой дизайн и твой успех. Ты гордишься мной, я твоя. Ты вдохнул дыхание в меня. Ничто, ничто и никогда не отделит меня от любви твоей. Ты близко. Ты близко. Нет ничто, ничто и никогда не отделит меня от любви твоей. Ты близко. Ты близко. Нет ничто, ничто и никогда не отделит меня от любви твоей. Ты говоришь, ты мой дизайн. Ты мой успех. Я горжусь тобой. И ты говоришь нам это прямо сейчас. Ты поешь над нами. Ты моя мечта и мой проект, мой дизайн и мой успех. Я горжусь тобой и ты моя. Я вдохнул дыхание в тебя. Ты моя мечта и твой мой проект, мой дизайн, мой успех. Я горжусь тобой. Ты мой, ты моя. Я вдохнул свое дыхание в тебя. Ничто, ничто и никогда не отделит тебя от любви моей. Ты мне близко. Ничто, ничто, дочь. Ничто, ничто, сын не отделит тебя от моей любви. Я близко. Я близко. Я близко. Ничто, ничто и никогда не отделит меня от любви твоей. Я близко. Я близко. Я близко. Ничто, ничто, ничто и никогда не отделит меня от любви твоей. Да, да, да. И ты течешь в нашей крови. Ты просто знаете, как я переживаю Бога, который словом сотворил нас. Поэтому Он в каждой клетке. Он буквально течет в твоих, в твоей клетке. Он в каждом ДНК. Он внутри тебя. И Он никогда, ничто, никто не заставит Его отказаться от тебя. Нет такой силы, нет такого человека, нет такого обстоятельства, нет такого поступка, которое бы привел его в то место, где бы Он отказался от тебя. Потому что Он говорит навеки, ну, навсегда, вот навсегда, навсегда. И это Его сердце. Никогда, ничто не сможет, знаете, я переживаю ревность Бога, которого ничто не может уговорить отказаться от тебя. Не будет достаточных слов, аргументов, потому что это громкое слово звучит Его. Ты мой. Можно мы просто согласимся коротко, да? Если вы, ну, отзываются в сердце, просто можете закрыть свои глаза и позволить, сказать Богу, Бог, я позволяю тебе. Покажи мне, как ты любишь меня. Покажи мне, кто я для тебя. Покажи мне, кто ты для меня. И я соглашаюсь сегодня с твоей истиной обо мне, что я твой дизайн. Я твой проект. Я твоя радость. Твое дыхание внутри меня. Твоя жизнь в каждой клетке моей. И я позволяю тебе любить меня, чтобы я мог течь в твоей любви к тебе и к людям. Спасибо, любимый. Аминь. И хочется вот из свежего. У вас есть еще желание задержаться? Буквально это, может быть, неделю. Ну вот она свежая совсем. Но очень сильно я чувствовала на этом что-то Божье, когда мы просто разрешаем Богу любить нас. Я позволяю тебе быть в центре жизни моей Бог, Бог. Любить, вести, направлять. И разрешаю любви твоей в сердце мое течь, обнимать меня. Я позволяю тебе быть в центре жизни моей Бог, вести, направлять. И разрешаю любви твоей в сердце мое течь, обнимать меня. Наполни меня любовью своей. Пусть сердце всегда видит тебя пред собой, Мой отец плохой, Мой отец плохой, Наполни меня любовью своей. Пусть сердце всегда видит тебя пред собой, Мой отец плохой, Мой отец плохой. И я позволяю тебе быть в центре жизни моей Бог, Вести, направлять. И разрешаю любви твоей в сердце мое течь, обнимать меня. И я позволяю тебе быть в центре жизни моей, Отец. И разрешаю любви твоей в сердце мое течь, обнимать меня. Пусть сердце всегда видит тебя пред собой, Мой отец плохой, Мой отец плохой, Мой отец плохой, Который ты даровал нам Духом Святым, Видит тебя пред собой, И видит твою благость. И мы благословляем друг друга, Пусть это умножается в жизни того, Кто от нас справа, слева, Вокруг нас. Спасибо, Павел. Спасибо.